День как-то не сдался? Думаете вы? Смотрите на себя в зеркало и видите вот это. Что это? Это межбровная морщина, которая является ответом вашим эмоциям. Естественно, нервные импульсы не могут просто так оставаться незамеченными нашими мимическими мышцами, и они отражаются на нашем лице. И соответственно, если вы напряжены, если вы много думаете о быте, если вы много думаете о каких-то делах насущных, то межбровка прорисовывается на вашем лице. Как от нее избавиться? Сейчас я покажу одно упражнение. Меня зовут Орлова Даша, вы находитесь на моем канале, где я делюсь с вами секретами молодости, красоты и здоровья. И напоминаю, что вот здесь под видео есть ссылка на мою авторскую программу «Конструктор красоты», где вы можете заниматься вашим телом 15 минут в день, лицом 10 минут в день, и снимать напряжение с шеи тоже за 10 минут в день. Всего лишь, не правда ли? Мои девочки уже доказывают всем окружающим, что тратить совсем немного времени на себя и при этом получать классные результаты возможно. Итак, давайте приступим к занятию. Что же я вас попрошу сделать? Техника просто дизометрической релаксации. Совершенно несложная, стандартная и понятная большинству остеопатов и лицевых гимнастов. Наша задача поставить пальчики, 4 пальчика каждой руки над бровками, вот чуть-чуть выше, да? Здесь располагается мышца сморщивающая бровь. Вы если вот сейчас попытаетесь немножечко нахмуриться, вы почувствуете, что она как червячок начинает вот сюда вот к центру сходиться. Вот наша задача – мизинчик поставить как бы на головку этой мышцы, вот сюда вот. И остальные пальчики распределить чуть дальше. Самая главная задача ваша – не давить руками на лицо. Да, то есть вы просто встали, поставили, стоите. Отлично. Не схлопываться вот в такую вот сутулость, не напрягать руки, не напрягать затылок. Позволили пальчикам чуть-чуть проникнуть вглубь ткани. Чуть-чуть. Это что значит? То есть вы не надавили, а просто позволили нагреть ваше лицо как пластилин, и пальчики как будто бы внутрь чуть-чуть подальше упали. И сейчас мы будем делать следующее. Мы будем натягивать ручками ткани в сторону ушей, ну вот в сторону виска, грубо говоря, да, и при этом будем хмуриться. И то и другое мы делаем даже не в полсилы, в треть силы. Чуть-чуть нахмурились и чуть-чуть ткани развели. Так, чтобы ни то, ни другое не перевешивало. Чтобы руки сильнее ткани не тянули, и чтобы ткани сильнее не тянули руки, да, пальчики. И мы сначала сделаем это упражнение в динамике, как бы расшевеливая мышцу. Раз, два, еще раз, да, нахмурились и параллельно с этим, вместе с этим отвели ткани назад. Чтобы у нас вот здесь вот межбровочки не появлялись, а если она есть, чтобы она разглаживалась. И делаем это в треть силы. Даже один-два балла из десяти. Итак, давайте попробуем. И еще я вас попрошу, наверное, приоткрыть рот, потому что иначе вы можете его зажимать. Раз, два. Посмотрите, движение со стороны практически не видно. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А теперь на вдохе мы нахмурились пальчиками, растолкнули ткани в стороны, сделали преднатяжение. И на высоте вдоха, на легкой задержке, 10-15 секунд стоим. Вдох. Стоим. Все, остальное лицо не напрягаем. Рот приоткрыт. И выдох. Ручки разъехались лучиками солнышка в стороны висков. И сделаем еще раз. Сначала активизируем мышцу. Давайте. Нахмурились. Толкнули мышцы в сторону виска, нахмурились, расслабились. Давайте я утрированно сделаю. Да? Движение ясно. Раз, два, три, четыре. И зафиксировались, стоим на высоте вдоха. Брови толкают пальчики, пальчики расталкивают брови. Межбровки не получается. Но при этом напряжение есть. И теперь с длинным-длинным выдохом отпустите все напряжение. И мышечное, и эмоциональное, которое у вас есть. Встаньте ручкой по серединке, вот так вот по метапическому шву. Здесь два пальчика, средний и указательный, начинают рисовать зигзаг. Легкое преднатяжение. Посмотрите, встали, преднатянули и пошли в зигзаг. Легкий-легкий зигзаг над бровкой. И заканчиваете зигзаг всегда наверх. То же самое с другой стороны. Поставили, пальчики поставили. И поехали. Преднатяжение. Легкий-легкий зигзаг. Не давите руками, потому что иначе будет напрягаться трапеция. Будет напрягаться трапеция. Напряжение по цепочке будет уходить в затылок. Будет напрягаться лоб от затылка, потому что это лоб на затылочной мышце. Здравствуй, межбровка. Здравствуйте, мышцы. Морщины на лбу. Зачем оно нам надо? Поэтому никогда в работе с лицом не напрягаем руки. Хорошо? И после этого легонечко просто прогладьте, раскрывая свою область межбровья. Раскрывая свой третий глаз для фантазии, желаний. И для того, чтобы мыслить не только бытом, не только какими-то делами насущными, но и мыслить более глобально. Что ж, я надеюсь, вам это упражнение понравилось. Я напоминаю, что у меня в конструкторе красоты ссылка на который ниже таких упражнений просто сотни. И вы можете разнообразно работать со своим лицом, телом и шеей, приносить себе пользу, красоту, молодость, здоровье и при этом кайфовать от процесса. Спасибо за внимание. Если это видео понравилось, ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал и не пропускайте мои следующие видео. Их будет очень много. И те, которые есть, они тоже есть, они интересные. Смотрите их. Пока!